привет меня зовут павел белинский и вы на одноименном канале сегодня мы разберем статью под названием бомжатник бомжатник подросток из финляндии попал в больницу под тверью и ужаснулся при этом родители юноши не высказали никаких претензий персонала учреждения напротив посочувствовали работающим там людям в начале июля вышний волочок тверской области в гости к знакомым приехала семья из финляндии отдых стал настоящим кошмаром когда 16-летний подросток старший сын семье отравился едой из местного магазина об этом пишет тверьград когда мальчику стало совсем плохо приехавшая скорая приняла решение госпитализировать его и подростка отвезли в инфекционное отделение вышневолодской црб в ночь с 6 на 7 июля мать и сын оказались в ужасе от увиденного там как только мы вошли в больницу у нас был шок запах сырости и плесени ощущение что мы в подвале коридор как после бомбежки нам сказали обязательно принести сыну теплые вещи кофту с капюшоном потому что в отделении очень холодно и больные спят в кофтах и под двумя одеялами однако всю красоту и прелесть больницы я смогла оценить на следующий день поделилась созданием мать-подростка елена по ее словам для сына пришлось купить не только теплые вещи но и туалетную бумагу так как в отделении такой роскоши не оказалось мальчику она посоветовала не браться ни за что без перчаток потому что все помещения казались очень грязными женщина отметила также что местные жители посоветовали ей хватать сына в охапку и бежать пока еще ничего не подцепил была одна мысль как можно довести больницу до такого состояния я точно не фильме о войне попала это точно россия не африканская деревня в которой санитарных нормах и понятия не имеют ужаснулась мать как указала елена палата в которой лежал сын больше напоминала бомжатник среди прелестей помещения она перечислила грязь сырость плесень отваливающуюся штукатурку ржавые батареи куски линолеума на полу в перемешку с подгнившим паркетом при этом не елена не ее муж не высказывают претензии врачам и медсестрам а напротив называют их потрясающими людьми и героями эти люди работают в нечеловеческих условиях но остаются добрыми и отзывчивыми они прекрасно понимают что приходя на работу наносят своему здоровью вред находиться в таких условиях это приговор себе добавила елена когда состояние мальчика стабилизировалась родители отвезли его финляндию где положили на обследование в больницу по словам заведующего инфекционным отделением медучреждения из-за сырости и плесени периодически заболевают сотрудники однако просьбы о помощи руководству больницы остаются без результатов впрочем как отмечает вериград вскоре после публикации первого материала об ужасах больницы в минздраве тверской области заявили о том что принято решение о строительстве нового здания на 25 мест где разместиться инфекционное отделение вышневолодской црб как добавили в ведомстве администрации медицинского учреждения уже разработала техническое задание на проектирование нового здания до его введения в эксплуатацию старом здании намереваются сделать косметический ремонт